приветствую вас дорогие друзья вот и подходит к концу этот злополучный 2020 год а это значит что самое время подвести его итоги в плане достойных игровых проектов год был тяжелый и смутный мы с вами многое перенесли многое перетерпели вспышку вирусяки которая к слову не закончилась самоизоляцию и добрую порцию говно игр или игр из говна кому как удобней но в этом видео я предлагаю мой субъективный топ игр 2020 года на которые стоит обратить внимание для особо одаренных повторяю что это мой личный субъективный топ игр на 2020 год и что мне зашло то вам может не очень зайти поэтому если вы глубоко уважаемый зритель со слабым пердачком довольно взрывоопасным вдруг начнете гореть и вырабатывать реактивную тягу спешно отправляющую вас на орбиту луны марса или еще каких небесных тел в нашей солнечной системе а может и за ее пределами то можете смело выразить свое мнение в комментариях и написать свой личный топ игр на этот год обязательно прочитаю также хочу заострить ваше внимание на том что это топ игр которые вышли на пк ну в них можно поиграть на пк консольки у меня нет а поэтому я консольные игры игнорирую ввиду того что не могу толком в это поиграть а следовательно составить свое личное мнение о том во что я не играл ну не играл не могу составить личное мнение а посему представляю вам топ игр на пк 2020 года по моему мнению и так начнем данный топ и на десятом месте игра souls like mortal shell игра от небольшой студии тем не менее обратить свое внимание на эту игру стоит разработчики старались сделать ее максимально похожей на dark souls и в то же время они смогли привнести в нее отличные от souls like игр элементы и хоть игра не такая уж и большая да она проходится неторопливо за 10-12 часов но локации в ней проработаны достаточно хорошо также игра может похвастаться приятной анимацией героев во время перемещения и во время боевки из минусов стоит отметить что в игре слишком мало боссов да и боссы откровенно говоря слабые но в целом к моменту окончания игры она не успеет вас что называется заманать так что mortal shell занимает законное десятое место в этом списке на девятом месте отличный мясной шутан doom eternal игра которая повествует о безвечной борьбе добра и зла ну или одного мира с другим там уже не разберешься разработчикам и удался doom и нет удалось им в очередной раз создать мясной шутан в котором требуется максимум реакции и аима и минимум извилин но вот в инновации им не особо удалось вертикальный геймплей получился весьма скучным и он не особо используется он в принципе не используется в полную меру разнообразие врагов довольно обильно но есть такие враги которые напрочь ломают игру и попросту убивают желание играть дальше к тому же желание разработчиков пихнуть эдакие загадоньки вылилось как мне кажется им же боком ибо от дума ты ожидаешь постоянного драйва а тут драйв потом ты такой идешь и ищешь решение очередной загадоньки на расслабоне и в итоге из-за таких вот качелек тебе надоедает попросту проходить doom eternal поэтому девятое место doom eternal и еще одна довольно хардкорная игра из отличной смеси киберпанк мир эйдж и принц персии отличный вертикальный дизайн локаций отличный геймплей и прекрасная музыка на удивление разработчики гост раннера смогли в вертикальный геймплей в отличие от предыдущего doom eternal и если задуматься то коли было бы хоть чуток таких попрыгушек в думе то он заиграл бы новыми красками но это все в гост раннере и все это шикарно передает дух киберпанка и задает ту самую атмосферу которую мы ждали от самой игры киберпанк 2077 к тому же это довольно хардкорная игра которой вам придется буквально заучивать паттерны поведения противников а также запоминать где и кто на уровне стоит чтобы пройти этот самый уровень пятую точку эта игра подрывает будь здоров но учитывая что эта игра предлагает безумно динамичный геймплей и экшоний море экшония то она в принципе должна поджигать стулья под пердочками игроков а поэтому заслуженное 8 место гост раннер на седьмом месте сразу два претендента я так и не смог определиться какая же игра мне нравится больше всего а поэтому решил отдать 7 место сразу двум представителям жанра командос ну или тактической стратегии серии командос я знаком еще с детства можно сказать это первая игра в которую я играл когда у меня только появился пика персонали компьютер как сейчас помню pentium 3 и видеокарта отирадон на 16 мегабайт эх я тогда безумно долго зависал в эту игру командос и поэтому любовь к подобным играм у меня осталось можно сказать в крови еще с тех самых бородатых времен и когда я прошел desperatos 3 я был очень поражен проработкой окружения игры а также множеством механик и теми трудностями что игра ставит перед игроком разнообразие героев каждый со своими уникальными перками великолепный дизайн локации в стиле вестерна и довольно хороший сюжет вот это все привело desperados 3 на 7 место моего топа игр 2020 года но ближе к концу года появился еще один проект который скажем так покорил моё сердежко партизаны 1941 ну или одна тысяча девятьсот сорок один в кое-то веке я увидел действительно хорошую игру от наших разработчиков все в том же жанре стелс стратегии да еще и в нашем родном сеттинге русской глубинке да еще и о противостоянии партизанского отряда с фашистской нечистью сама игра получилась хоть и не без дегтя в своем составе в плане бага флагов и завесонов но в целом проект очень удачный со своими уникальными механиками и со своей стилистикой и изюминкой отлично получились персонажи которых надо брать на задание различные виды вооружения вполне приличная вариабельность и тактики прохождения правда все это омрачает то что некоторые персонажи получились в игре весьма ультимативными но с патчем разработчики это поправили ограничив количество использования особых перков данных хитрых персонажей а также некоторые перки они порезали в дальности применения но в целом эту игру я также могу рекомендовать прохождению твердое седьмое место партизаны 1941 и чтобы вы думали на шестом месте платформер под названием крекс но не спешите кривиться это очень атмосферный и милый представитель своего жанра отличные локации довольно увлекательные головоломки и милая завораживающая история совокупности с музыкой музыка тоже здесь весьма прикольная вы играете за паренька который нашел своей комнатушке вход в огромную пещеру полную чудес эдакий такой аналог алисы в стране чудес и странные обитатели в этой пещерке птицели у которых случилась беда и зверь вырвался из колеса что вырабатывала электроэнергию и вот эта зверюга начала все крушить ломать и придавать забвению ну а вам придется спуститься все ниже и ниже постепенно раскрывая суть происходящего этого мира приоткрывая дверцы каждой тайны есть в игре загадоньки разного типа от совсем легких до весьма сложных тем не менее игра полна добра и позитива а еще очень весело наблюдать за тем что происходит самих кат-сценах и хоть действующие лица игры не говорят привычном нам смысле но по ходу прохождения игры так или иначе невольно вам придется проникнуться симпатии к этим вот товарищем а также вы начнете переживать за судьбу их мира лично на мой взгляд это очень хороший и качественный платформер который подарит вам немало хороших и приятных впечатлений поэтому шестое место крекс пятое место законно занимает ремейк культовой мафии mafia define edition по правде сказать за игру было довольно всыкотно так как ее переизданием занималась студия ангар 13 это те самые ребята которые сделали ну полное фуфлище 3 мафии но как оказалось с ремейком они справились на 5 с плюсом нет не на 5 скорее всего на 4 и пусть переиздание получилось сугубо линейное и без возможности исследовать город как это было в оригинале да там есть свободная игра но это уже не то пальто да и сюжет они скажем так переработали хотя сюжет именно этого ремейка разделил поклонников мафии на два лагеря одним он нравится другие негодуют за того что изначальный цимис сюжета но немножечко подубили мне думается что и этот сюжет имеет место быть ибо тут важна атмосфера и повествование кинематографические приемы которые к слову получились на славу эта игра проходится можно сказать на одном дыхании и она завораживает своей атмосферой и антуражем а новый движок определенно сделал ее краше и приятнее глазу придав новую жизнь игре по сути mafia the fine edition проходится не как оригинальная мафия а скорее как новелла но превосходная операторская постановка сцен и отличная озвучка безусловно способствует погружению в этот мир гангстеров поэтому mafia the fine edition пятое место на четвертом месте расположился mount and blade 2 banner lord продолжение чрезвычайно популярной игры mount and blade игра является песочницей в средневековом стиле вымышленного мира кальрадии вам предстоит взять на себя роль юноши или девушки и повести свой род к славе баблу и богатству и истеблишменту поначалу придется туго и грустно но потом вы сможете обзавестись своими владениями и стать правителем как своих а может быть и всех вообще земель не скрою когда игра вышла был безумный бум вокруг нее потом шумиха утихла но стоит помнить о том что такие игры выходят не так часто потому что мало кто из разработчиков сможет взять на себя смелость воплотить довольно огромный мир да еще и дать игроку практически полную свободу действий наверное именно из-за этого я песочницы и обожаю mount and blade 2 banner lord воплощает себя все лучшее что было серии этих игр и во второй части добавляет новую графику а также немножечко расширенные возможности выполняете задания собирайте армию торгуйте и женитесь заводите детей участвуйте в турнирах захватывайте заложников развивайте свои магазинчики в городах вообще в этой игре можно заниматься очень многим хотя игра еще далека от совершенства но даже в таком состоянии она занимает твердое четвертое место в топе лучших игр 2020 года и на третьем месте игра от пароходов но или парадоксы пароходы не перестают нас радовать качественными стратегиями 4x стратегиями многим до боли знакомы их проекты такие как стеларис cruzander stings 2 виктория европа универсус все это примеры отличных и очень глубоких стратегий 4x стратегии и новая часть cruzader kings 3 можно сказать не разочаровала как всегда отличная музыка глубокий геймплей и обилие возможностей в игре полетите интриги заключайте союзы взращивайте наследников направляя их на путь развития и на истинный путь выгодны вам выбирайте тактику для своей империи на долгие лета когда эта игра вышла то я подзавис в нее на солидные 200 часов но даже сейчас я понимаю что 200 часов для такой игры это капля в море и можно сказать что до конца всех возможностей игры я так и не узнал ты тысячи за полторы наверное часов не узнаю игра изобилует всевозможными нюансами и мульками вы будете править как ваша душа того пожелает но учтите что вам придется по мере правления решать порой легкие а порой и довольно сложные задачи сидя на троне сможете ли вы удержать трон за вашей династией сможете ли вы создать великую династию и провести ее к победе пусть вас не вводит заблуждение простота карты и графики в этой игре на самом деле игра очень сложная и требует знаний хитрости аналитики и чуть ли не способностей оракула вот за все эти возможности я лично и люблю игры от пароходов а поэтому заслуженное третье место вот уж чудеса да и только но платформеры как выяснилось не перестают радовать и удивлять и на нашу радость и развлечения moon studios выпустили продолжение замечательнейшего платформера ori and the wild of the wisps в этой игре прекрасно все визуальное исполнение как уровней так и эффектов замечательная музыка а также шикарнейший сюжет повествующий о маленьком духе ори которому предначертано пройти трудный путь и преодолеть немыслимые опасности дабы помочь другу и воссоединить свою семью игра хороша во всем трогательная история шикарная музыка и отличный геймплей а также сказочно прекрасные локации вообще я заметил такую тенденцию что платформеры и инди проекты сейчас становятся из года в год все краше и интереснее нет 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 не поймите меня неправильно есть и гнилые семена среди инди игр но все же платформеры и инди в последнее время радуют куда больше чем какие-нибудь triple а проекты от именитых студий и посему данная игра занимает законное второе место и на первом месте игра которая была в раннем доступе долго очень долго ну просто очень долго и вот наконец 14 августа 2020 года она вышла в релиз эта игра которая заставит вас буквально бредить ею называется она фактория это не просто игра которая за все свое существование в стиме ни разу не продавалась по скидке эта игра которая позволит вам почувствовать и примерить на себя роль эдакого космического промышленника завязка игры до боли проста вы потерпели крушение на некой планете и вам надо с нее слинять поначалу вы добываете ресурсы своими руками потом строите все новые и новые производственные мощности чтобы добывать все больше и больше ресурсов и даже можете построить дронов и робота-паука скучно скажите вы не дело в том что вашему прибытию не особо обрадуются местные формы жизни которые очень печалятся тому что вы тут наводите свои порядки и они как бы на вас обидятся они будут на вас нападать ломать крушить и будут хотеть вас сожрать и поэтому вам придется строить оборону ну либо самому оборонять ваши производственные линии но если что-то сломают то вам все же придется вспомнить как это у вас работало да да вспомнить так как наиграть факторки часов эдак 170 в одной катке это весьма нормально кроме того в этой игре довольно разнообразные карты а поэтому реиграбельность довольно высока поверьте эта игра способна увлечь куда сильнее чем какой-нибудь кибер пук 2077 вы будете мыслить как промышленник вы будете искать и бредить ресурсами вы будете рассчитывать сколько и каких производственных линий вам надо поставить чтобы другие линии не простаивали или не перепроизводили лишние вы будете думать как при всем этом вам провести железную дорогу более выгодно и удобно или лучше просто поставить дронов на перенос полезностей в общем эта игра будет ставить перед вами море задач на выполнение которых вы будете бросать все свои умственные способности и ресурсы эта игра настоящий вызов для вас и поэтому законное первое место в хит параде 2020 года занимает фактория вот такой вот топ этого не совсем хорошего уходящего года надеюсь что 2021 год будет более дружелюбным хотя бы потому что 1 января 2021 года это пятница ну как по мне не может плохой год начинаться с пятницы или может посмотрим напоминаю что вы можете написать в комментариях свой личный топ игр уходящего года также не забывайте подписываться на канал жать колокольчик и оценивать данное видео с наступающим вас новым годом дорогие друзья пока пока и